В регионе отменен целый ряд антиковидных ограничений, снижается количество заболевших, между тем за минувшие сутки от коронавирусной инфекции умерли 13 человек. Можно ли уже сегодня говорить о том, что опасность миновала? Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инесса Панченко. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Сегодня дежурный врач нашей скорой и телевизионной помощи Анна Дубасова, главный врач городской больницы номер 7. Здравствуйте, Анна Анатольевна. Здравствуйте. Может быть, для кого-то покажется странным, что мы вновь о коронавирусе. Сегодня есть много других тем для разговоров, но мы о коронавирусе. В связи с тем, что вроде бы снижается он и готовится уйти от нас. Какова на самом деле ситуация, что на сегодняшний день у нас по заболеваемости? Ну, сегодня мы отмечаем снижение заболеваемости коронавирусом. Это очень видно. Если в пиковые дни мы принимали порядка 700 вызовов на дом и только по взрослому населению, еще где-то 300 детского, то есть по 1000 вызовов на дом, то есть это 1000 вновь заболевших людей, не считая патронажа и всего остального, то сейчас эта цифра значительно меньше и практически уже находится в обычных пороговых февральских значениях. Сейчас уже нет такого количества вновь выявленных заболевших. И ОРВИ спадает, и спадает количество заболевших коронавирусом. Поэтому ваше выражение сейчас отмечаем, можно воспринимать во всех смыслах, да? Да. Потому что, конечно, давно ждали этих новостей. Конечно, да. Мы очень устали, это было очень тяжело. Амбулаторное звено приняло на себя просто немыслимые нагрузки, колоссальные нагрузки. Мы... Был момент, когда мы боялись, что мы не справимся. Но большое спасибо всем тем, кто в это время нам помогал. А помогали нам и волонтеры, и городская администрация, областная администрация, в первую очередь транспортом, машинами. У нас ни один из докторов не бегал по вызовам без транспорта, да? То есть зима, снегопады, холод. А нам нужно к каждому дому, к каждой квартире, в которой заболел человек, успеть прибежать. И когда нам пришлось закрыть всю плановую помощь, нам пришлось всех врачей, вне зависимости от специальности, бросить, обслуживать вызовы на дому. И это было очень тяжело. И были моменты, когда мы, ну, честно находились на грани срыва, там, нервного срыва. И сейчас, когда вот это начало спадать, знаете, такое легкое недоверие. Типа, точно? Точно? Ну, уже столько раз проходили мы эту историю, что, конечно, расслабляться, наверное, очень сложно. Но амбулаторное звено в таком режиме не работало никогда. Никогда. У нас такого не было никогда. Представляете, мы целые поликлиники закрывали под ковид. Анна Анатольевна, а когда вы сказали, что было даже опасение, что мы не справимся, вот хотелось понять, когда был самый пик, когда отмечалось наибольшее количество заболеваемости? Наверное, это где-то было вот 10-16 февраля. Мы выходили на пиковые цифры по количеству обращений. Ну, совсем недавно еще. Совсем недавно. И спад, он пошел такой очень быстрый. То есть прям мы видим, он, конечно, немножко волнообразный. То есть он вот не так, что прям с горки скатываемся, да, а вот сегодня меньше, завтра чуть больше, потом еще меньше. Но это нормально для вируса. И хочется особо отметить, что у нас и госпитализации такого количества нет. То есть несмотря на то, что мы развернули опять в полном объеме койки, мы не вышли на значение полной загруженности стационаров. У нас не было ситуации, когда мы каждый вечер решали, куда класть больных, да, то есть вообще куда их госпитализировать. Мы даже не все койки развернули те, которые были развернуты в октябре, в ноябре у нас вот на пике дельта штамма, да. И, конечно, тяжесть течения даже в стационаре совсем другая. А вот эта, ну, почти катастрофа, она окончательно добила систему здравоохранения или мы крепчаем? Ну, добить-то нас вообще сложно чем-либо. Особенно система здравоохранения, которая за последние 30 лет чего только не видела. Я хорошо помню, как в 90-х наш пациент, приходя в стационар, нес с собой постельное белье, физраствор, антибиотики, шприцы, систему. Ну, в общем, он нес все для того, чтобы ему оказали медицинскую помощь, а мы работали головами и руками, да, то есть мы вот что-то делали, а для того, чтобы что-то сделать, у нас не было ничего. Поэтому мы даже в то время не погибли, да, то есть мы вот, медицина выстояла, а сейчас, пройдя такое испытание, как коронавирус, мы понимаем, что, в принципе, нас чем-либо теперь вот уже сломать, ну, наверное, вообще нельзя. Во-первых, система показала, что мы умеем очень быстро перестраиваться. Мы умеем в кратчайшие сроки принимать совершенно непривычные, креативные какие-то решения и очень быстро внедрять это, да. То есть мы там разрабатывали систему мониторинга за пациентами буквально за 1-2 дня, то есть мозговыми штурмами мы придумывали, как мы это будем делать, как мы будем наблюдать пациентов, каким образом они у нас будут обслуживаться. И, честно, когда вот сейчас пошел спад, некое такое недоразумение. Ну, выход это всегда сложно, да? Да, 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 типа, а дальше? А что дальше? Но при этом мы понимаем, что, к сожалению, омикрон, который сейчас вот так катком прокатился, может оказаться не последним, да. То есть когда мы говорим о том, что ковид с нами надолго, единственное, на что мы надеемся, что вот от того объема, который уже вот и переболевших, и вакцинированных, и ревакцинированных, мы все-таки на этот коллективный иммунитет выходим. И то, что показывает сейчас, вот та картинка, которую вижу я, находясь в стационаре, там, и в поликлинике, что вот та печальная статистика, с которой мы начали с вами передачу, да, это непривитые люди старшего возраста, старшего возраста. Либо это букет с сопутствующими заболеваниями, когда буквально вот по грани какой-то. А потом еще, знаете, старше поколение порой очень сложно убедить лечь в больницу. Ну, очень сложно. То есть они говорят ничего, я потерплю, я полежу, я вот... И не оценивают рисков, да, то есть они вот не могут оценить риски. И поздняя госпитализация ведет к тяжелому течению. У нас была жесткая установка, что мы всех пациентов старше 60 лет, которых, кроме ковида, есть еще сопутствующие заболевания, особенно такие, как сахарный диабет, да, там, проблемы с сердечно-сосудистой системой. Мы просто их уговаривали на то, чтобы они госпитализировались. Сейчас отменены QR-коды при входе в общественные места. Связано ли это как-то с коллективным иммунитетом, который мы ждали? И, ну, с одной стороны, я вот лично рада, что прекратится хотя бы этот раскол антиваксерские в обществе, потому что тоже от этого уже все устали. Какова у нас ситуация? Вот он как-то сформировался более-менее? Много ли уже привитых? И можно ли как-то немножко успокоиться на эту тему? Не, успокаиваться нельзя однозначно, потому что коллективным иммунитетом надо поддерживать. Его надо поддерживать, да. У нас первично привито в области более 75% подлежащего вакцинации населения, да. То есть мы говорим о том, что у нас есть большая группа, это дети, которые не подлежат там до 12 лет вакцинации. Естественно, о них мы пока ничем не защищены. У нас только-только начата вакцинация подростков от 12 до 17 лет. Но и что самое главное, у нас как раз в самой опасной группе 60+, уровень вакцинированных ниже, чем в общем. Понимаете? То есть вот они и большую отрицательную роль часто играют их дети. Конечно. Которые говорят, да ладно, бабушка, зачем тебе прививаться, сидишь дома все равно. А то, что они ей принесут, они не думают. И сейчас мы говорим об общем проценте вакцинированных, но вакцинировать-то мы с вами начали в январе прошлого года. Да. А ревакцинация у нас пока очень-очень на низких цифрах. И вот об этом нужно говорить, о том, что... Ну мы же привыкли все к тому, что мы раз в год вакцинируемся от гриппа. Ну и то с боем некоторые из нас. Ну некоторые с боем, но в общем-то... Но в общем-то привыкли, да. Мы же привыкли. Организованные группы детей вакцинируются каждый год от гриппа. Это и дети в садах, и дети в школах. И это большое количество. А у нас первые разносчики инфекции это дети. Они много общаются, они в закрытых коллективах, они все это приносят домой, и мы быстро-быстро все это распространяем. Почему и было большое количество ограничений именно по детям. Почему дети уходили на дистанционку. Почему закрывали детские площадки в культурно-развлекательных центрах. Именно потому, что вот они нам это все быстренько домой-то и принесут. И сейчас, когда мы говорим о вакцинации, мы все время должны помнить, что коронавирус не уйдет. Он не уйдет совсем. И наша задача своевременная ревакцинация. Ну а вот по поводу ревакцинации. Пока был пик заболеваемости, и все очень сложно, говорили о том, что все-таки нужно ревакцинироваться каждые полгода. Нужно ли каждые полгода, или все-таки может быть как грипп раз в год? Ну, будем ждать рекомендации ученых. Пока ученые нам говорят о том, что ревакцинация нужна раз в полгода. Вот, наверное, когда мы выйдем на длительную такую вот ремиссию, когда мы, наконец, закроем все ковидные госпиталя, когда количество заболевших ковидом не будет превышать возможности инфекционных больниц, настоящих инфекционных больниц, а не перепрофилированных под ковид, вот тогда, возможно, нам такое послабление, как ревакцинация, раз в год будет. То есть пока про это говорить рано. Пока нужно ревакцинироваться каждые полгода. Если вы опоздали к началу эфира, скажу, что сегодня в студии Анна Дубасова, главный врач 7-й городской больницы. Вот вы объяснили, почему остановлена плановая помощь почти везде, да? Давайте про вас, про вашу больницу. Когда все-таки начнут закрываться ковидные госпитали, и когда вы планируете восстановить плановую помощь больным? Ну, давайте начнем с амбулаторного звена, да? Потому что первое, что нам сейчас нужно срочно, бегом, бегом начинать делать, это диспансеризацию и профилактические осмотры. Как людей, перенесших ковид, так и нашу плановую обычную диспансеризацию, которую мы делали и до ковида. Но я думаю, что ближайший штаб оперативный, который состоится по ковиду, уже будет обсуждать отмену ограничений плановой помощи. И в ближайшие несколько дней мы в поликлинических отделениях надеемся открыть плановую помощь в полном объеме, включая дневный стационар. Мы прям вот ждем этого. То, что касается ковидных госпиталей, по мере уменьшения количества заболевших, увеличения количества выздоровевших, они будут закрываться по очереди, один за другим. Но пока еще этот процесс не пошел, да? Ну, он, вот в ближайшие дни, я думаю, что он начнется. Начнут, конечно, с тех, кто совсем не профильный был, да, такие как в психиатрические больницы, наркологические больницы, тех, кого срочно переводили под ковид. Начнет с них и с тех, кто оказывает высокотехнологическую медицинскую помощь. Мы с вами прекрасно знаем о том, что у нас в области два крупнейших учреждения, да, это больница Середавина и пятая Тольяттинская городская клиническая больница, оказывающиеся огромный объем высокотехнологичной медицинской помощи, имеющие в своем составе сосудистые центры, имеющиеся в составе отделения, оказывающие помощь, которые больше нигде не оказываются, тоже были вынуждены уйти под ковид. И, конечно, в первую очередь возвращаться будут они, для того, чтобы максимально приблизить доступность помощи по всем направлениям до наших пациентов. Вы сказали, давайте сначала про амбулаторное. А вот возвращение к жизни, например, вашего терапевтического, хирургического отделения, вот там как будет? Ну, я думаю, что это... Ну, будем надеяться, что все у нас будет хорошо, что к нам не придет какая-нибудь очередная волна, мы уже боимся, что ли, его загадывать. И я думаю, что в течение ближайшего месяца мы будем выходить и по стационарной помощи. И чтобы еще, может быть, данную тему уже завершать, сейчас опять вопрос к гадалке. Будет, не будет, да? Но все-таки вы сказали, что ковид останется с нами, и это, в общем, все уже понимают, но все думают, в какой форме он останется. То есть мы по этим волнам вверх-вниз уже даже где-то немножко и привыкли. Есть какие-то обоснованные данные, что будет следующая волна, когда она будет? Может быть, уже появилась новая разновидность вируса? Ну, пока мы только слышим о том, что вот этот дуэт дельта-микрон встречается. Очень надеемся, что это вот до нас, ну, что это не разовьется в очередную волну, потому что это самое страшное из того, что может быть, да? То есть тяжесть течения дельты и скорость распространения микрона, это, вы знаете, этого бы совсем нам не хотелось, вот скажем так, да? И предсказывать, ну, большие инфекционисты говорят о том, что могут быть еще волны, могут быть. Но пока будем надеяться, что, ну, как минимум, мы заработали передышку. Знаю, что в ваших планах было и, наверное, есть открытие амбулаторного центра для онкобольных. Мы его открыли. Вы его открыли. Прекрасная новость. Расскажите, пожалуйста. Значит, мы открыли, сейчас он у нас заработал. Это центр амбулаторной онкологической помощи. Он у нас располагается на территории стационара, но это отдельный корпус. Это уже, получается, четвертый в Самаре, да, центр амбулаторной онкологической помощи. Задача этого центра – быстрая диагностика онкологических процессов. Без дублирования этой диагностики, потом еще в онк-центре. То есть в чем суть вот самого центра? Ну, первое и основное – это высокоточное оборудование. То есть то оборудование, которое мы получили, это и цифровой маммограб. Это два аппарата УЗИ, один из которых экспертного класса, с очень, ну, очень просто качественный аппарат. Плюс клоноскоп, плюс гастроскоп, да. То есть это то, что мы вот получили в рамках оснащения этого ЦАОПа. Это оборудование позволяет, ну, во-первых, очень высокий уровень диагностики проводить, а самое главное – оно позволяет выгрузить картинку в общую базу, да. То есть мы сделали снимок маммографический, он не на бумажке, он в цифре. И этот снимок может в случае необходимости отсмотреть врач онкоцентра через общую систему, где хранятся изображения и данные, да. Не надо гонять пациента на повторную маммографию еще куда-то. Он ее сделал, и любой доктор может открыть эту маммографию и посмотреть. То есть вот это то, что очень важно. Почему очень часто наши пациенты жаловали, что мы их обследуем сначала в поликлинике, потом они приходят в онкоцентр и начинают все по-новой. Все те же самые исследования, все те же самые назначения. И на это тратится время. А при онкологических процессах время – это самое важное. Кроме этого, у нас была такая техническая возможность. Помещение, в котором мы расположили Центр амбулаторно-онкологической помощи, достаточно большое. Она позволила нам организовать еще и учебный класс. Там, соответственно, мы прорабатываем с нашим онкологическим диспансером и учебно-методическую работу, как для врачей всех специальностей по онконосторожности, так и для онкологов поликлинических. Плюс к этому мы планируем выйти немножко за рамки стандартного ЦАОПа и организовать у себя еще кабинет патологии шейки и кабинет мужского здоровья. Мы вот тоже с Орловым Андреем Евгеньевичем это все обговорили. И, возможно, мы как пилотный проект этим тоже займемся. Но площади позволяют, специалисты тоже. Почему нет? Это надо делать, потому что мы таким образом еще большой пласт пациентов сможем посмотреть, осмотреть и вовремя, как у нас говорят, поймать начало этого заболевания. Ну а кто ваши потенциальные пациенты, если такой большой центр? Это только для жителей этого района? Нет. Это не только жители, прикрепленные к 7-й городской больнице. Это целый... Вообще ЦАОП открывается на 200 тысяч населения. Любой центр амбулаторной помощи рассчитан на 200 тысяч населения. То есть, соответственно, к нам в центр амбулаторной помощи онкологической могут обращаться жители территории Крутых Ключей и Кошелев парка. То есть это кусок Волжского, кусок Красноглинского района, но это не наше прикрепленное население. Плюс это часть Красноярского района, еще там часть Волжского. То есть вот мы где-то там вот от Крумыча и вот весь вот этот вот наш край, куст, мы готовы принимать... Но люди придут с направлением или можно просто... Да. От своего, ну скажем так, с своей районной поликлиники. Да, с своей районной поликлиники, да. То есть просто так не придешь. И еще по центру, еще вопрос, где вы взяли специалистов, тем более в условиях, когда у вас... Нет, секрет мы открывать не будем, мы долго готовились. Не, ну, конечно, мы смехом-смехом, но, во-первых, туда пришли работать наши же онкологи, которые у нас работали в поликлиническом звене. Наши же специалисты ультразвуковой диагностики. Плюс мы пригласили еще к себе специалистов ультразвуковой диагностики, которые с большим опытом, да. Ну, то есть, понимаете, когда вот в коробке 12 карандашей, то как бы ты их не перекладывал, их все равно 12. Вот мы с коллегами этим занимаемся, да. Поэтому наши доктора, они часто совмещают там в разных лечебных учреждениях. Чуть-чуть тут, чуть-чуть тут, чуть-чуть тут. Ну, и плюс кафедра онкологии готовит нам клинического ординатора, который сейчас к осени должен закончить обучение. И мы, соответственно, ждем клинического специалиста, которого нам сейчас растят. Давайте дам вам маленькую передышку. Посмотрим вместе со зрителями, что произошло в здравоохранении региона за ту неделю, что мы с вами не виделись. В регионе отменен ряд антиковидных ограничений. Больше не нужно предъявлять QR-коды о вакцинации при посещении общественных мест. Возобновляется работа детских игровых комнат и детских развлекательных центров. Более 40 тысяч работников здравоохранения получили единовременные выплаты. Это дополнительная поддержка специалистам, работающим в условиях постоянных перегрузок. Выплаты составили от 4 до 10 тысяч рублей. Хирурги самарского кардиодиспансера провели сложную операцию пациентки с расслоением дуги аорты. Женщина поступила в стационар в крайне тяжелом состоянии. Врачи быстро поставили диагноз и успешно провели операцию. Больная идет на поправку. Минздрав региона рекомендует жителям не покупать таблетки впрок. В области нет дефицита лекарственных препаратов, медицинских изделий и медицинской техники. За ценами на препараты следят соответствующие ведомства. 1143 подростка вакцинировались от коронавирусной инфекции с конца января. В настоящее время юные жители региона проходят ревакцинацию спустя 21 день после введения первого компонента вакцины. Анна Анатольевна, вопрос к вам, потому что вы же не только главный врач, вы же еще и депутат. Вот сейчас мы увидели в дайджесте рекомендацию не покупать впрок лекарства. Ну, знаем, да, что это есть, и очереди в аптеках, и лекарства скупаются. А вы можете вот нам сейчас сказать, что на самом деле не стоит пока переживать из-за этого? Ну, менталитет нашего народа устроен так, что когда происходят какие-то события... Ну, мы боимся, да. У нас генетическая память, понимаете? У нас генетическая память Великой Отечественной войны, блокады и всего остального, и все сразу начинают формировать запасы, все тащить в норку. Вы посмотрите, еще сейчас с сахаром творится. Ну, вот я просто поражаюсь, зачем его в таких количествах скупать? Ну, зачем его? Это всего в достаточных количествах. То, что касается медикаментов, основные опасения у нас были по инсулинам, но пришло подтверждение о том, что все поставщики импортных инсулинов подтвердили продолжение поставок. То есть вот та группа, которой мы действительно... Были у нас опасения, что мы можем вот там с санкциями оказаться в ситуации, когда своих инсулинов окажется недостаточно, но сейчас поставщики подтвердили продолжение всех поставок по инсулинам. То, что касается остальных медикаментов, я не знаю, как в принципе медикаменты можно впрок, но впрок можно купить, я не знаю, там настойку пустырника, валерьянку. Что-нибудь от головной боли. Да, что-нибудь от головной боли. Лекарства нельзя пить самостоятельно, их должен назначать врач. А от всего же не закупишься? Ну, а как? И вот этот ажиотажный спрос, а потом мы, знаете, видим сразу, это, знаете, как с Икеей, да, там последний день работы с Мели, а теперь эту акулу за миллион, что ли, продают. Эту вот мягкую, вот эту вот, которую детям всем почему-то очень нравится, эта акула, я не знаю. Это же еще и спекуляции, понимаете, и это надо очень жестко пресекать, и большая просьба и обращение к людям, ради бога, только не покупайте лекарства непонятно у кого, потому что вы не знаете, что вы купите. Это может оказаться смертельно опасным. Поэтому впрок надо запасаться чем? Дом всегда должна быть перекись, зеленка, бинт, пластырь, парацетамул, ну, элементарный набор там каких-то там активированного угля. Да, только ради бога, не покупайте антибиотики впрок. У них очень небольшие сроки годности, да и другие препараты. Но каждый день сейчас говорим о том, что есть запасы на складах, есть запасы достаточно длительные для того, чтобы справиться с этой ситуацией. Не надо, ради бога, не надо закупаться медикаментами впрок. У них есть определенные условия хранения, не всегда мы можем их в домашних условиях правильно соблюсти, эти условия хранения. И эффективность этих препаратов вообще будет подставлена. Потом будет искушение, раз уж купил, так надо выпить. Ну, это вообще беда, да, это просто беда, да. То есть давайте попьем антибиотики, а то у них срок годности заканчивается. Это страшно, это вообще нельзя. Анна Анатольевна, ну и уже, наверное, завершая, еще вопрос. Вот вы как депутат именно в медицинской тематике. Я бы хотела спросить у вас, какие вы видите на сегодняшний день такие болевые точки? Может быть, с чем чаще всего люди обращаются? И что стоило бы в ближайшее время порешать в здравоохранении? Ну, чаще всего люди обращаются с нехваткой кадров. Раз, да, то есть это ни для кого не секрет, что у нас нету стопроцентной укомплектованности практически ни в одном лечебном учреждении. Люди обращаются, а это влечет за собой целую цепочку действий, да. То есть врач, который сидит и принимает там не 15 пациентов за смену, а 40, он эмоционально уже не может с каждым пациентом по-доброму там ласку. Там же и конфликтность начинается. Конечно, он уже становится вот сухо в рамках своей компетенции работать. А ведь чего хочет человек, когда он пришел к врачу? В первую очередь, чтобы с ним поговорили, да. А сил-то уже поговорили нету, да. То есть, ну, просто потому что с перегрузом работаем. Поэтому чаще всего это ремонты, оснащение, кадровый дефицит. Бывают вопросы по невозможности получить какие-то льготные лекарственные средства. Когда пациент просит, чтобы ему выдавали медикамент конкретного торгового наименования, у нас законодательство это не позволяет, это очень сложный процесс, это через комиссию все проводится, это бывает. Порой бывают вопросы с оформлением инвалидностей, тоже встречаются эти вопросы. Ну, вот в основном такие. Но, честно говоря, как депутату мне чаще приходится отвечать на вопросы ЖКХ, транспорта и прочего всего. Но мы про здравоохранение, к счастью, не будем об этих проблемах сейчас говорить. Я хочу поблагодарить вас за участие в программе. Но мы все равно же с вами заканчиваем на такой обнадеживающей ноте, ковид-то отступает. Ковид отступает, да. И мы очень этому радуемся, потому что, ну, вы знаете, сейчас будет очень сложно. Я уже про это как-то раз говорила. У нас сейчас будет с вами еще сложный переходный период возврата к своей специальности. Понимаете? У нас в ковидных госпиталях работают люди самых разных, это даже не терапевты. У нас работают и гинекологи, и дерматовенерологи, и стоматологи, и наркологи, и кого только нет. Хирурги, хирурги, которые не оперировали полтора-два года, потому что они работали в ковидных госпиталях. Это сейчас всех надо ставить, как в институте, снова к станку учить. Я, если разрешите, наберусь смелости от наших всех зрителей, пожелаю всем нашим медицинским работникам вот это тоже пройти быстро, без потерь. И спасибо вообще за то, что вы есть. Спасибо. На том прощаемся со зрителями. Увидимся ровно через неделю. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»